Очень часто при установке мансардного окна мы сталкиваемся с одной проблемой. Проем между стропилами у нас 60 сантиметров, а окно, допустим, немного больше. Соответственно, окно у нас просто не влазит в этот проем. Соответственно, нам нужно срезать одну стропилину, подготовить новый каркас и установить наше окно. В этом видеоролике мы совместно с компанией Факро подготовили небольшую видеоинструкцию для того, чтобы у вас не возникало проблем, как перенести стропилину и как подготовить каркас под мансардное окно. При проектировании каркаса под мансардное окно мы должны помнить несколько правил. Первое правило, прежде чем делать этот каркас, нам нужно проконсультироваться у инженера и спросить, как лучше сделать, какими метизами лучше воспользоваться, какими уголками лучше воспользоваться. Второе правило, если у нас окно имеет какой-то размер, то проем у нас с боков слева и с правой стороны должен быть на 2,5 сантиметра больше, сверху и снизу он должен быть на 2 сантиметра больше. Так называемый монтажный шов, которым мы потом будем заполнять утеплитель. И еще одно правило. Нижний откос у нас идет строго вертикально, верхний откос у нас идет строго горизонтально. Меня зовут Павел Рыбаков. Мы занимаемся кровельными и фасадными работами. Каждую неделю я рассказываю о том, как правильно и качественно построить себе дом. Если вам тема загородного строительства интересна, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, нажмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующие видеоролики. Мы согласовались с заказчиком места установки окон в тех местах, где у нас есть косяк со стропилами. Так как компания Факро занимается помимо продажей мансардных окон, они занимаются еще продажей гидроизоляционных пленок, Дмитрий переговорил с руководством компании и фирма любезно предоставила 2 рулона бесплатно, для того, чтобы мы закончили наше дело, закончили наш проект и не оставили клиента в беде. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Милешин Дмитрий, я являюсь техническим специалистом компании Факро. Сегодня мы произведем с вами монтаж с переносом стропильной системы, с таким кролиным покрытием, как цементно-песчаная черепица. Мы совместно с заказчиком определили место монтажа мансардного окна. Сейчас мы с вами распилим стропилину, вытащим ее и поставим две вспомогательных балки по горизонту. Мы поставили разметку для того, чтобы понимать место крепления горизонтальных балок. Разметку сразу предусмотрели таким образом, чтобы наши балки не мешали правильному устройству откосной части. Длинные части не надо пытаться снять, они достаточно тяжело снимаются. Сделаем еще один распил для того, чтобы было удобно снять стропильную ногу. Сделаем еще один распил для того, чтобы было удобно снять стропильную ногу. Мы с вами сняли, соответственно, балку, которая нам мешала установке мансардного окна. Сейчас с вами замеряем расстояние 123 см и ставим верхнюю и нижнюю горизонтальную вспомогательную балку между вот этой стропильной и вот этой стропильной ногой. Мы с вами подготовили нижнюю балку и теперь ее вставляем в распор. Мы с вами установили нижнюю балку, зафиксировали ее на один саморез пока. Теперь устанавливаем усиленные уголки. Мы с вами собрали каркас под монтаж мансардного окна. Что мы с вами сделали? Поставили нижнюю, верхнюю горизонтальную балку. Усилили ее уголками, поставили глухари, саморезы. Данный узел мы согласовали с проектировщиком. На самом деле при монтаже мансардных окон и при вмешательстве в стропильную систему, учитывая вес данного кроеного покрытия, необходимо всегда совет и рекомендации проектировщика.